Итак, корпус рекуператора. Значит, был вариант сразу делать, не сразу, а вот сначала сделать корпус из фанеры или ЛДСП, взять фанеру десятку или ЛДСПшку шестнадцатую и собрать. Итак, фанера хороша тем, что легче, но плоха тем, что крепеж, то есть соединять между собой сложнее, потому как если сантиметр, то саморезы, там нужно сначала отверстия делать, там и прочее, может расслаиваться эта фанера. ЛДСПшка очень хороша тем, что можно было заказать просто короб из ЛДСП у мебельщиков, то есть сразу же с такими мебельными саморезами, вот этими, которые крепятся, различные крепежи вот поворотные, затягивающиеся, можно съемное что-то делать. Но тогда масса будет весьма и весьма велика, то есть он будет реально тяжелый, еще сверху нужно будет обшивать утеплителем. Огромный плюс из дерева делать из ЛДСП, там ламинированная поверхность, то есть если фанеру как-то надо будет обрабатывать, то ЛДСП готовый, то есть от влажности там ему особо ничего не будет, это ЛДСПшки. И жесткость на конструкции позволит хорошо стягивать, не будет нигде играть, но сверху также нужно будет обшивать, хотя я планировал ЛДСП снаружи сделать, корпус собрать, а уже внутри собирать и утеплять внутри вот так же. То есть было бы сверху добавлялось просто здесь, чтобы внешние факторы, там падение или прочее не портили экструзию. Но это дорого, мне зарядили 2 рубля за вот такой корпус, корпус размером 97 на 55. Ну там он побольше был бы, чуть-чуть вот на 5 сантиметров шире там, то есть на 10 сантиметров шире, ну к этому, к этой цифре нужно прибавить 10 сантиметров. Вот 2 рубля со всем крепежом мне зарядили, мне стало жалко этих денег, я проще, думаю, соберу из экструзии. Значит, как все это происходило? Вот такие шляпки я купил, я не помню как они называются, они продаются там же, где и продают дюбеля для утеплителя, то есть пластиковые дюбеля, которыми утеплитель крепят, там же вот эти шляпки были, они дешевые, очень классно держат. Саморезы, я пробовал покупать пластиковый дюбель такой с резьбой для гипсокартона, они маленькие, и в них вкручивать саморезы не получается, он их просто прокручивает, скручивает и потом они одноразовые, они расширяются и дальше уже выточишь, больше не ставишь. Проще вот такую шляпку и прям саморезом сюда. Вообще саморез нужен просто для поддержания формы на время, пока вот этот вот клей-пена не подсохнет. То есть продается клей-пена для утеплителя, я вот этим клеем это все и делал, то есть хорошо герметизирует, в принципе идеальное решение для сборки такого корпуса. Вот с этой стороны видно все вот эти вот бляшечки, не знаю как их назвать, вот, вообще не знаю почему они крутятся, вообще в натяг должны быть. В принципе можно сейчас снять и ничего не будет, потому что держится все на клею, но я уж оставлю так. Что касается внутренней части, то есть для крепления теплообменников я вырезал вот такие вот, сделал такие вырезы, я думал, что еще внутрь я приклею резинку для, уплотнительная резинка для дверей, но тогда будет совсем в натяг, в общем, хотя герметизация будет лучше. Пока я решил, что достаточно так. Будут где-то подсосы, даже 5%, пусть если это будет переток, то переток из вытяжки будет приток и все равно это будет воздух отфильтрованный, на вытяжке стоит фильтр, так что рециркуляция в 5% от объема прокачиваемого воздуха совершенно не проблематична. А значит, почему здесь сделано вот так, то есть здесь размер чуть больше, это нужно для того, чтобы у меня был организован переток конденсата. Вот там видно щель, планируется, что в эту щель будет капать конденсат. Как это будет происходить? Сейчас я поставлю теплообменники и покажу. В общем, вот как выглядят теплообменники внутри этого корпуса. Здесь вот такая перегородочка, которая тоже нужна для герметизации. Что насчет конденсата? Вот здесь будет вход вытяжки. Вытяжка и вытяжной воздух идет сюда, проходит здесь, потом поднимается и выбрасывается. Как известно, конденсат выделяется на вытяжном канале, потому что вытяжной канал охлаждается. Отсюда он будет скапывать очень легко под напором воздуха. Отсюда сложнее. Именно поэтому здесь часть будет та, которая без сот, чтобы конденсатор легче было скапывать сюда и потом сюда стекать. Конечно, есть вероятность, что он там будет сохраняться и как-то наберзать. То есть опасность обмерзания будет вот на этом теплообменнике. Там будем смотреть. Для этого будет предусмотрен режим атаки, когда будет работать только вытяжка. И потом режим откапывания, так называемого, чтобы стек весь конденсат сюда и потом туда. Значит, сам корпус будет стоять слегка под наклоном. Во-первых, не вот так будет стоять, а вот таким вот образом, чтобы в дальний угол скатывалась водичка. И, соответственно, слегка приподнята вот эта сторона. Чуть-чуть будет подито, чтобы он скатывался вот сюда. Для чего это нужно? Здесь, как понятно, уже будет приточная часть. То есть приток будет здесь снизу проходить здесь и сюда. Здесь будет самая теплая часть, чтобы конденсат здесь не замерзал. И планируется бороться не сливать конденсат как таковой, потому что его просто некуда сливать будет. Чердак у меня холодный, хоть и утепленная комнатушка там будет. Конденсат куда-то нужно будет сливать за пределы чердака. Это проблематично. А учитывая проблему пересушивания воздуха в зимний период, особенно при вентиляции, то это еще один плюс системы возврата влаги. Здесь будет возврат влаги реализован пока предварительно следующим образом. Здесь я планирую поставить вот такую греющую инфракрасную пленку. Единственная проблема, что она больше и нужно как-то вставить ее сюда. Вообще план был такой, что здесь, ну вот здесь слегка вот так повыше, да, будет греющая пленочка. То есть конденсат собирается прямо на эту пленку. Ну естественно она должна быть герметичной. Пленка греется до 45 градусов и подогревает весь этот конденсат, испаряя его потихонечку. Тем временем этот приточный воздух, он тоже будет, конденсат будет испаряться в приточный воздух. И соответственно приточный воздух и так сухой он будет чуть-чуть более влажным. Два в одном. То есть и борьба с конденсатом, и борьба с сухим воздухом. Единственная проблема, что она, мы, я ее могу конечно вот так порезать. Еще больше. Но вот так вот, как мне надо, порезать ее не получится. Нужно будет как-то контактировать, соединять все эти полоски. Пока предварительно будет вариант, что я ее положу, что она здесь будет лежать вот так. Таким способом будут конечно небольшие потери, потому что будет греться теплообменник. Вперед и воздух будет уходить туда. Но вся вот эта полосочка, она будет потреблять вот наверное 50, не знаю, может быть 100. Поэтому фиг с ним. Вместо того, чтобы бегать, сливать куда-то конденсат и заморачиваться, я лучше буду нести небольшие потери по теплу и электричеству. Но здесь они мизерные. Если пересчитать там по деньгам, то там будет 20 рублей в год при постоянно работающем репроператоре. Но зато будет более увлажненный воздух. Я планирую ее просто положить вот так. Сейчас попробую положить и продолжу. Но вот предварительно как-то вот так вот это будет выглядеть. То есть все это естественно я подгоню по размерам, чтобы все это легло. Как-то нужно будет это все закрепить. Наклеили двусторонний скотч. Пока не знаю, но вариантов нет. И все равно нужно эту пленку как-то закреплять. Потому что это по-другому. Я не знаю как справляться с конденсатом. Ну в общем это по... Немножко погнулось. Ну и фиксируем. Это что касается конденсата. Ну вот собственно с коробкой и все. Что касается крышки, то изначально я планировал, что будет здесь стекло миллиметров трех. Просто для интереса, чтобы можно было снять утепленную крышку и посмотреть, что происходит там с воздухом. Как капает конденсат, куда он там уходит. Было бы очень круто. Стекло будет сажаться на специальные дюбели. Сейчас я покажу их. Значит вот такие дюбели для утеплителя. Они специальные для экструзии сделаны. Там может для пенопласта. То есть они просто вкручиваются. Диаметр... Ой, длина у них 50 миллиметров. То есть вообще по задумке вот в утеплитель можно их вкрутить и потом саморезами там что-то вешать на эти саморезы. У меня же они будут вставлены сюда, вкручены и вот сюда уже будет вкручиваться саморез вот с такой крышкой и стягивать будет крышку такую же из ЭППС. С стеклом я планировал делать почти так же. То есть сделать 4 отверстия здесь, оно же не гнется. Сюда наклеить уплотнитель для дверей, положить стекло, стянуть ее саморезами, там с пластиковыми шляпками небольшими такими. Стекло будет стянуто. Потом снова на стекло такой же уплотнитель для дверей и в другие отверстия, которые тоже будут сделаны и с такими дюбелями, притягивать уже крышку из экструзии. Вот так планировалось. Пока не знаю, сделаю ли я так, потому что стекло сколько будет денег стоить, я не знаю. Может быть и нафиг оно не надо заморачиваться, потому что оно должно быть с резанными краями, с отверстиями нормально. Сам я это стекло не сделала таким нормальным. Вот, собственно, все. Единственное, что по середине я сделаю штырь такой с резьбой, не знаю как называется, на 6 мм, чтобы стянуть вот эти вот стороны. То есть он там будет затягиваться, тоже вот этими крышками, шляпками. Вот здесь такой штырек будет, оттуда, сюда. Он будет посередине идти, на этот же штырек я повешу. И этот штырь будет вообще в гофре пластиковый 16-мм. Внутри этой гофры пойдут провода от датчиков, собственно, по датчике для автоматизации, контроля температуры и показаний влажности. Об этом будет следующая серия. И, собственно, чтобы вот он не играл, вот этот все равно, он материал мягкий, он играет. И вот здесь вот, соответственно, чуть-чуть будет это, не стянуто. Для этого будет небольшая стяжечка. На этом про корпус все. Следующая серия будет про автоматику. Продолжение следует...